Совместная работа ради благой цели. Именно это подразумевает соглашение, которое заключили областной союз журналистов и Ассоциация гражданских инициатив «Самарский антинаркотический фронт». Организации настроены помогать друг другу, чтобы важная и ценная информация могла доходить до широкого круга зрителей и читателей. На самом деле для нашей организации, я думаю, это очень важно. Это заставит нас еще более как-то ответственно относиться к этой теме и системно. Не так вот от случая к случаю, а все-таки мы надеемся, что у нас будет некий такой план совместных мероприятий. Мы всегда будем рядом и всегда, я думаю, журналисты будут освещать те или иные мероприятия. Самарский антинаркотический фронт работает уже более 20 лет. Он объединяет более 25 негосударственных организаций, которые задействованы в комплексной работе от профилактики до лечения и реабилитации, а также социальных партнеров. Ассоциация работает с родственниками больных, помогает подобрать необходимые центры реабилитации и адаптироваться к жизни после лечения, используя отечественные методики и практики. Суверенитет в этой сфере тоже очень важен. Мы не используем какие-то западные технологии. У нас есть свои методики, которые родились в нашей стране, которые были опробированы, которые сегодня работают на территории нашей страны как в профилактике, так и в реабилитации. Уже запланированы первые совместные мероприятия Ассоциации Союза журналистов. В ближайшие выходные состоится футбольный турнир с участием негосударственных антинаркотических организаций. Затем пройдет конкурс журналистских работ, посвященных данной тематике. А в рамках традиционного фестиваля прессы состоится и ежегодный антинаркотический форум «Мы будем жить». Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.